Добрый день, уважаемые зрители, слушатели. Меня зовут Анна Хасина, и мы сегодня с вами находимся на круглом столе. Мы его назвали «Между отчаянием и отвагой. Как общаться с пациентом с редким заболеванием». В эти сложные времена решили поговорить про сложных пациентов и сложные диагнозы. Я с удовольствием приветствую гостей. Спасибо большое, что вы смогли присоединиться. У нас практически в последний момент произошла некоторая замена. Мы предполагали, что к нам присоединиться Светлана Авдеевича, генетик. Мы очень рады, что смогла присоединиться эндокринолог Софья Блох, куратор эндокринологического направления сети клиник семейной, ДУК-дети, Тель-Авивского медицинского центра Эхилов и врач-эндокринолог больницы Минифилатова. И доктор Тео, доктора-невролога ОБИКа называют именно так все. Это врач-невролог клиники семейной, ассистент кафедры неврологии с курсом нейрохирургии ФМБЦ Бурназя. Очень рада. Спасибо большое, что смогли приехать. Первый мой вопрос. Что такое, собственно, редкие заболевания? Как мы это определяем? Коллеги, кто начинает? Давайте вы. Ну, на самом деле, редкие заболевания – это те заболевания, которые не приходят к вам на прием. Точнее, пациент с этим редким заболеванием или его родители не приходят к вам на прием каждый день. Это достаточно редкая и нечастая наследуемость. То есть есть заболевания, которые входят, например, в неонатальный скрининг. Это частые заболевания, которые ведут с собой определенные последствия либо летальные исходы. Они внесены с 2006 года в перечень обязательных исследований, и они не относятся к редким заболеваниям, так называемым все-таки орфанным заболеваниям. А мы говорим о редких заболеваниях. Это все-таки наследовательность, например, одна на 100 или 200-300 тысяч новорожденных. То есть когда эти пациенты прошли определенный длительный путь, большинство из нас, коллег, не могут изначально определиться с установкой этого диагноза, потому что мы можем никогда до этого не встречать и читать про этого пациента и данное заболевание исключительно в литературе. И не всегда с первого раза. Я думаю, что любой из нас не может сказать, что он будет уверен в этом диагнозе, и иногда их можно подтвердить только молекулярно-генетически. Я знаю, что даже есть такое понятие диагностическое одиссея. Это тот путь сложный и запутанный, который часто проходит пациент, это много лет до постановки диагноза. Как часто приходится вам сталкиваться с редкими заболеваниями? Ну, это сложный, наверное, вопрос, потому что ввиду особенностей названия центра, в котором мы работаем, то есть мы его назвали «Центр сложного диагноза», это как раз-таки история про то, как искать диагноз в кипе документов, которые люди приносят, и иногда мы там находим вещи. Сложность с этими заболеваниями в том, что мы их не ждём. То есть нет такой настороженности, что, например, в неврологии есть ряд заболеваний, например, возьмём, к примеру, мультисистемную атрофию, то есть как один из мимиков болезни Паркинсона, мы её обычно не ждём. И естественно, что наблюдая больше пациентов, к примеру, с болезнью Паркинсона, мы можем очень легко пропустить мультисистемную атрофию. Ситуация, когда мы ждём, мы насторожены, мы глубже копаем, мы можем её выцепить. И очень часто очень похожие редкие заболевания мы можем найти по определённым ключевым параметрам. Но часто ли это происходит? Нет, это не часто. За последнее время, конечно, немножко частота растёт, но это глобально всё ещё редкие заболевания, но встречаются редко. Ну вот, например, рассеянный склероз относится к редким заболеваниям? Смотря как мы смотрим, то есть исходя из того, опять-таки, определение ведь редкого заболевания, оно же пока ещё размыто. Если мы, например, возьмём более статистическое определение, то есть редкими заболеваниями можно, например, назвать заболевания, встречаем из которых меньше, не знаю, по данным литературы, это разница от 50 до 100 на 100 тысяч. Если меньше этого числа, мы можем это назвать редкими заболеваниями. рассеянный склероз в россии около 100 150 на 100 тысяч соответственно назвать его редким сложно ну то есть формально она чуть более частое чем редко да чуть чем да чуть чаще чем редкая правда вот поэтому наверное назвать его редким нельзя но вот например если мы возьмем место нею или например мы возьмем мультсистемно трофею или например если мы возьмем некоторые формы генетические формы болезни паркинсон там не знаю джей-1 ларк 2 гба паркинсонизма за счет просто низкой и выявляемости пока еще россия она будет считаться ну редким заболеванием уверен что их просто больше как вам попадают пациенты с редкими заболеваниями кринолога ну зачастую у нас в детской эндокринологии это гипоглигемический синдром либо регресс в развитию ребенка после там того как он в моторном своем развитии развивался также как должен развиваться нормальный ребенок и тогда родители начинают искать причину либо этого неврологического состояния будь то это гипотиреоз хотя в принципе вероятность пропустить врожденный гипотиреоз в россии сейчас практически равна нулю но у нас есть люди которые у которых дети родились других странах и там мог не проводиться этот над неонатальный скрининг несколько лет назад ко мне пришел ребенок с классической картины врожденного гипотиреоза ему исключались все возможные неврологические диагнозы когда я увидела и поняла что это ребенок который я видела бы в книге с иллюстрациями учебника жуковского который не выпускает уже никто никогда да по эндокринологии я поняла что был пропущен абсолютно банальный эндокринологический диагноз под маской неврологической симптоматики сколько лет было ребенку ему было три года это ребенок абсолютно не обладал никакими моторными навыками кроме того что он переворачивал на сегодняшний момент этот ребенок разговаривает ходит бегает и что неудивительно признать нормальной терапии абсолютно восстановился но это крайне редкая и чаще всего с точки зрения кренологии мы говорим именно о гипогликемии то есть состояние при котором ребенок обмяк у него были какие-то клинические признаки гипогликемии у него могла быть потеря сознания касается ребенка и потери сознания какого-то синкопального состояния эндокринология пропускается крайне часто мы можем пропустить гипокальциемию некоторые наши пациенты наблюдается у эпилептологов и получают противоэпилептические препараты у них может быть гипопартериоз в рамках это гипокальциемия у них может быть гипогликемический синдром причем он может быть обусловлен надпочековой недостаточностью гипотириозом он может быть обусловлен там рожденным гиперинсулинизмом и никто не исключает мою эндокринную патологию когда я исключила практически все из того кто эндокринный плеяды заболеваний я хорошо понимаю что в этот момент я должна обратиться к моим коллегам орфанников их тоже называем у нас четко есть даже арфанное отделение детско в котором работают мои коллеги и они таким образом помогают нам установить конечный диагноз это могут миохондриальные лизосомальные заболевания их огромное множество и зачастую я как эндокринолог не могу помочь моим коллегам неврогом в окончательном установке этого диагноза но да чаще всего это именно вот такое состояние гипокликемии у нас есть ацетономические же состояния да у нас же еще есть очень особенность определенные питания нынешнего поколения детей очень часто транслируем питание взрослого на детей не прибегая к педиатрическим нормам мы почему-то считаем что китай кетогенные диеты и тот питание которым мы предполагаем нормативным для взрослого она подходит ли детей это совершенно не так и мы встречаемся сейчас с неясными гипогликемии которыми нам при которой нам приходится дифференцировать получается что эндокринолог не просто не точка входа для пациента с точки зрения получения лечения но это последний специалист в ряду достаточно большого количества специалистов когда он первый он не всегда последний это все зависит от того какой путь прошел пациент на сегодняшний момент процент пациентов которые приходят на прием достаточно хорошо информированных и начитанных иногда даже чрезмерно информированных иногда даже приходят пациенты которые предположили диагноз и иногда угадывают его что ну а дает им должное они молодцы большие достаточно велик соответственно нет эндокринолог это не конечная точка это необязательный доктор они на своем пути могут встретить чудесного педиатра который обладает большим спектром знаний для того чтобы то или иное состояние нет это совсем не так друг другом всегда коммуницируем мне кажется всегда какая-то команда и ты можешь спросить у своего коллеги специалиста как ты думаешь чтобы мне еще исключить вот например мне очень жалко что я все-таки замечаю светлана в дечек потому что у нас то как раз много пациентов по поводу которых мы друг другом консультируемся правильно поступить если у меня фенотипически ребенок очень похожа генетически я ничего не подтвердила нас таких очень много как вы действуете в этой ситуации долго обсуждаем и ищем альтернативное мнение анализ потому что они не достоверны тема нашего сегодняшнего круглого стола все таки касается коммуникации с пациентами с редкими заболеваниями дамы это в меньшей степени говорим о лечении или совсем не говорим но говорим о коммуникации вот я себе предполагаю что ситуация когда вы не можете окончательно подтвердить диагноз но подозреваете его достаточно сложна с точки зрения коммуникации но там вашем случае с родителями пациентов это так я бы сказал что некоторые наши пациенты агнас чем не знать его и быть в неведении это первый момент а во-вторых зачастую до да безусловно если мы говорим о барфанных заболеваниях у них достаточно высокая летальность и прогноз не самый хороший но я говорю о детстве да во взрослом состоянии немножко совершенно другая история вот то конечно многие хотят знать прогноз исход и если какой-то терапевтический фактор который мог бы помочь хотя бы даже симптоматически их детям вот мы еще вернемся к вопросу какие конкретно коммуникационные сложности возникают с пациентами или с родителями пациента фобик хотела у вас спросить вы становитесь первым специалистом на вот этом сложном пути для пациентов или вы последняя инстанция она происходит по-разному если очень часто конечно мы стоим и мы мы становимся это третьим четвертым пятыми докторами которые или команды которых видят и иногда то что мы говорим шокирует пациент потому что это идет в корне в разрез с тем что например людям горели до этого есть некоторые заболевания которые считаются редкими очень сильно похожи на более классические заболевания но отличаются в корне методом лечения и соответственно прогнозами например можно здесь привести историю относительно недавнюю когда молодая женщина 42 лет обратилась тем что у нее скованность в руке которая беспокоит ее последний год и в принципе она уже получила мнение нескольких ведущих центров и в диагноз был выставлен болезнь паркинсона но в этой всей истории выбивалась ну то есть как бы выглядит это реально как болезнь паркинсона но выбивалась некоторые особенности того как эта болезнь началась она началась внезапно быстро и за очень короткий промежуток времени она вышла на тот уровень дефицита который она имела и второе что клинические данные которые мы видели до виде чрезмерно выраженной ригидности которая не бьется с длительностью течение болезни говорил вроде бы какие-то черты не у не попадают под болезнь паркинсона более того она принимала лечение которое никак не помогло и естественно что более глубокое обследование выявило у нее наличие синдрома ригидной руки так называемой да это аутоиммунное заболевание причем а типичное течение ну редкого расстройства и конечно же тогда когда мы собственно транслировали диагноз то что она была в шоке это сказать ну ничего сказать да она получает второе мнение которое в принципе подтверждает как бы наши опасения потому что мы уже есть определенные данные поэтому да иногда такое происходит иногда мы бываем первыми да и тогда конечно же никакого шока для пациента не происходит то есть человек приходит мы видим достаточно классические признаки ставим диагноз единство что может пациент шокировать только прогноз или особенности что что это встречается просто редко да то есть такие вот особенности есть но давайте обратимся к вопросу а в чем собственно сложность коммуникации вы упомянули что там пациенты могут быть шокированы они могут быть удивлены поставленным диагнозом а вероятно они хотят знать прогноз продолжительной жизни там насколько тяжелым будет течение болезни что еще если лечение этого заболевания это очень важный момент потому что когда пациенты независимо от того какими заболеваниями они страдают понимают что это можно компенсировать то конечно комплаентность этого пациента повышается если же мы отвечаем что нет литературных данных то недостаточно публикации а ведь действительно так бывает что у меня было неоднократно когда я на приеме открывала данной литературы по крайней мере пыталась посмотреть аж какие же у меня есть варианты но это касается редкой синдромальной патологии потому что мы тоже ее ведем и иногда нет достоверных данных либо нет достаточного количества наблюдений если это три публикации во всем мире то в общем то вы в этом заболевании плаваете сами любым стилем хоть кролем хоть брасом соответственно это первый момент во вторых вы должны по крайней мере понимать какие красные флаги будут у этих пациентов зачем они столкнутся какие доктора должны их наблюдать помимо вас причем эти пациенты хотят чтобы это был доктор который встречался с этим заболеванием и зачастую найти такого врача такой доктор могут находиться в другом городе в другой стране либо в другом медицинском учреждении и вы можете быть с ними знакомы и тогда они курсируют между разными докторами иногда даже разных специально бывает так что пациенты приходят действительно от пяти специалистов и собирают количественно сколько им было сказано диагнозов и разводится до статистически три мнения два похожих ну видимо это человеку существо весьма мнительная хуже это пациенты медики потому что они анализируют эту информацию намного скажем так осознание и более реалистично и более в паническом состоянии однозначно но здесь выбора у пациента нет и нам нужно плыть в какой-то одной лодке и грести в одном направлении как вы это делаете вот предположим вы поставили диагноз вы хотите сообщить пациенту что у него некий некое редкое заболевание жизнь пациента перевернется вот сейчас после ваших слов как я это делаю вербально да это однозначно вряд ли я транслирую эту мысль ему как но да но я имею ввиду совершенно нет это очень сложный разговор и еще не факт что ваша информация ту которую вы произнесете она будет четко с четким попаданием этот пациент к вам вернется я думаю что у нас есть определенный процент пациентов которые к нам не возвращаются насколько неубедительны мы были вы и не насколько мы были доброжелательны наверное это вообще вот весь путь прохождения принятия неприятия и непринятия диагноза но на этот прием нужно времени однозначно больше и я очень сочувствую коллегам у которых этого времени нет потому что человеку иногда нужно поговорить у него копится большее количество вопросов он задает эти вопросы совершенно иногда это может быть три месяца мы обсуждаем как он женится и так далее да и как сложится его семейная жизнь мы забегаем вперед это понятно но большому сожалению статистически имея пятерых детей все мои пятеро например детей у них двое но не в этом дело они не будут все счастливы и я не знаю как это будет в дальнейшем и не факт что все они будут живы к определенному возрасту соответственно врач пытается предполагать то что он окончательно не сможет точно подтвердить из-за этого а мы можем сказать что по статистике но статистика это очень да такая своеобразная вещь до что это может не касаться вас совершенно никак что есть процент пациентов у которых не развивается прогрессирование этого заболевания например у нас есть там цепленная или просто адреналейкодистрофии есть огромное количество пациентов которых мы наблюдаем десятилетиями и у которых нет выраженной прогрессии хотя у нас есть и пациенты с летальным исходом помимо прочего у нас иногда в одной семье может быть совершенно разное течение этого редкого заболевания когда один из детей до сих пор жив здравствует и в принципе социально адаптирован а другого уже нет на этом свете из-за этого генетика и эпигенетика это совершенно разные вещи как раз таки да я вчера читала лекцию коллегам и говорила о том что монах реальные близнецы те дети которые абсолютно генетически и внешне идентичны могут быть помещены в два разных совершенно две разных условия среды стареть и болеть разными заболеваниями то есть наша генетическая предрасположенность наложенная на факторы окружающей среды это совершенно разные пути развития данного заболевания как это происходит в вашей взрослой практике ну я наверное скажу что есть некоторые особенности взрослой практики которая четко отличается вот по крайней мере по моему разговору с детскими неврологами это по сути определенная проблема в диагностике да то есть к нам приходят взрослые люди когда мы начинаем говорить о том что в частности например мы говорим про поле нейропатии на взрослому человеку объяснить что ему нужно пройти определенный этап до обследования чтобы мы точно знали что это такое намного сложнее чем если мы это говорим родителю ребенка с той же самой поле или идут намного охотнее отсюда чем взрослые люди это раз конечно же одинаково да то есть панические настроения вокруг неизвестного диагноза не одинаковые и взрослые детской практике и очень важно чтобы ну то есть вот пациенты которые которые страдают например несколькими симптом который нарушает качество жизни работоспособность они более активнее идут на некоторые до обследования в отношении того как мы сообщаем диагноз конечно же я иногда если понимаю что человек например чрезмерно тревожен и возможно если он среагирует на мои слова как-то эмоционально если это предвижу то я могу его направить на какое-то до обследование который глобально мне может существенной информации не дать но таким образом я дам небольшой люфт этому человеку немножко так эмоционально подостыть и уже подготовившись самостоятельно какому-то приему да пригласив уже его я могу выделить больше времени они вот просто ну то есть типа собрал анамнез осмотрел осталось пять минут типа а у вас бас да то есть так это не выглядит я видел много случаев когда пациентам вот так вот давали диагноз и конечно же они нам приходилось использовать достаточно жесткую психоформу чтобы вытащить их из этого состояния поэтому лучше дать люфт по имени там не знаю сделать мартопоясница то есть это безопасно это не так дорого вы вернетесь а у меня будет еще одни там за 30 минут зависимости на у кого какого какая длительность приема или час я вам прямо жую и начну там издалека с истории да как это выглядит вот но если мы говорим о пациентах уже закончить пенсионного возраста скажем тогда им донести диагноз и принять этого диагноза имя будет проще там проблемы с детьми больше становится если же мы говорим о взрослых людях которые работоспособны и это заболевание предполагает что они очень быстро потерять работу это конечно очень тяжело это драматичная драматичная картина и бывает несколько ситуаций когда например пациент просто приходит с тем что у него скажем он заметил разный разных зрачков вот с этим он пришел на осмотр а мы там выявляем рак верхушки легкого да и это конечно же когда мы это видим мы понимаем что это диагноз дементор до высасывает энергию мы будем ну то есть нам я прям звоню ассистентом они двигают следующих пациентов я как говорится садимся год давайте поговорим и рассказываем слушайте ну можно я задам тогда вопрос ну такой знаете немножко трикстерский я знаю какой ответ дает на этот вопрос литература но мне интересно поговорить об этом ну вот если говорить например про там утвержденный в россии перечень орфанных заболеваний если я ничего не путаю там 260 там сколько-то до 270 заболеваний примерно 70 процентов из них неизлечимые то есть фактически вы подписываете таким образом пациенту смертный приговор а надо ли сообщать пациенту может быть его оставить в неведении он ну то проживет свою оставшуюся жизнь в более счастливом и полноценном состоянии это очень сложный вопрос это философски сложного просто абстрагируясь от всех всех этических норм там до правил того что мы должны говорить это конечно же очень тяжело если вот мы именно исходим из личностно каких-то внутренних установок для для меня сообщать пациенту что у него например боковой амитрофический склероз это конечно же драма да особенно предположим что это например молодая 36-летняя женщина которая просто пришла потому что у нее там чувство ползания мурашек в ноге вот эта драма и надо ли говорить я конечно же в итоге всем то есть не было такого если пациент не страдает деменцией это заболевание предполагает деменцию или например интеллектуальной недееспособность и абсолютно всем говорю что это такое куда это приведет и какие возможны прогнозы единственное что конечно же я стараюсь чтобы передача информация произошла максимально корректно максимально столько времени сколько это надо у меня были ситуации когда тогда когда это еще мог это делать три часа я мог потратить на то чтобы донести пациенту что у нее например мультисистемный трофей это достаточно тяжелое заболевание вот то есть то есть да я почти всем говорю если только это не деменция конечно же когда пациент страдает деменцией или же начинается деменция я в такой ситуации пациенту не даю информацию потому что как бы даже если он страдает деменцией он может услышанное обработать и выдать на эту эмоцию которая может появляться вегетативными проявлениями а через минуту забыть но и к этим направлении останутся такой ситуации лучше лишний раз не травмировать но эту информацию обязательно донести детям и тут возникает следующая проблема это конечно же вопросы вот ровно те же самые игнорирование непринятия всего того что я вот мы сегодня обсуждаем но только у детей и это дополнительно отдельного отдельная проблема во взрослой практике давайте перейдем там нас поколение назад вот скажем молодые люди может быть не очень молодые люди готовящиеся стать родителями они проходят на натальный скрининг предположим и не наталья скрининг проходят новорожденные раза прошу прощения на то ли простите и обнаруживают что у еще не рожденного ребенка есть редкое заболевание что происходит при этом при этом данные родители имеют право прервать эту беременность по определенным показаниям они могут принять эту ситуацию и родители считают что они должны разрешаться в определенные сроки это право любого человека мы не можем ограничить человека в праве рождения ребенка это его право выбирать родиться ребенок здоровый или нет в этой семье в моей практике семьи в которых встречается например некоторые редкие аутосонные рецессивные заболевания вероятность рождения ребенка с таким же заболеванием она меньше там до 25 процентов скажем так и мы обговариваем вероятность будет ли у нас эта беременность как мы поступим на определенном сроке у меня есть история где родители уже заведомо говоря мне о том что они не хотели бы иметь ребенка с этим заболеванием повторно что им сложно с ним принимают решение сохранять эту беременность несмотря на то что они получают положительный ответ на это болевание это настолько этически сложный вопрос мы не имеем права диктовать и мое личностное мнение как бы поступила конкретно я не не обязана и не должно быть вообще произнесено приеме потому что это мнение одного индивидуума не относящиеся к жизни этих людей вообще но у меня не было ситуации когда я не озвучивала диагноз но это другая совсем история объясню почему потому что это и финансовая сторона вопроса в том числе понимаете те люди которые не понимают и мечется от одного врача к другому они тратят немалые честно заработанные деньги для того чтобы услышать то что они хотят услышать но при если вы мне озвучили этот диагноз значит это будет другой врач это может быть врач совершенно другими человеческими качествами и вы не знаете в какую финансовую кабалу эти пациенты могут попасть так что это неверно диагноз должен быть поставлен а принимать его не принимать это вопрос пациента им должны быть озвучены в правильной корректной форме прогнозы возможности лечения и так далее да все возможные варианты где они могут до обследовать этого ребенка где наблюдают таких детей потому что есть врачи которые занимаются данной конкретной проблемой и наверное они должны быть маршрутизированы именно туда да мы ведем редкие заболевания самостоятельно иногда мы консультируемся с коллегами которые занимаются этим но все равно лучше чтобы это было специализированное место потому что знаний в этом месте намного больше у коллег и они могут принять правильное решение именно конкретного у данного пациента но есть же еще альтернативные методы терапии которые родители воспринимают как возможные варианты терапии которые к медицине не имеет никакого отношения и в том числе недобросовестные люди иногда не имеющие никакого отношения к медицине будут пользоваться данной проблемой и бедой этой семьи всегда когда люди большому сожалению мы ищем любой вариант где эту проблему могут решить или пообещать что человек всегда будет надеяться это его тоже право с какими еще сложностями приходится сталкиваться пациенту а вам как врачу увлекаться в их решение вот например доступность препаратов о да это большая проблема наверное сейчас скажу есть такое заболевание называется нарколепсия это чудовищная проблема в россии это заболевание существует она не додиагностирована и даже если мы ставим диагноз мы молодцы что все препараты за причины мы не можем мы ничего не имеем против этого заболевания да и как вы говорите пациенту в это как она есть вот вот так и говорить как она есть мы говорим к сожалению ну то есть ваше заболевание лечится но в россии лечение она запрещена потому что вот пожалуйста приказ если вы можете например хотите ну то есть вот если цель сама цель лечение значит мы переезжаем в другую страну идем покупаем там препараты лечим . альтернатив нет не заказать не провести ничего есть есть так это такие да вот моменты есть моменты когда какие-то припну лечение существует нам например супер дорогое да то есть тогда опять таки и не обеспечены например государства абсолютно ну таких ситуациях это очень сложно говорить но я говорю как она вот есть да то есть вот она с как лечение существует она выглядит вот так если у меня есть какие-то инструменты которые хоть как-то могут пациенту помочь например какие-то фонды да какие-то специализированные какие-то коллективы которые именно этим занимать даем информацию да когда ничего нет но тогда мы начинаем говорить о том в любом случае тут на такая хитрая штука да еще есть есть заболевание которое не лечится да это понятно но есть методы которые могут улучшить качество жизни этого пациента например давайте вот вернемся вот к самому страшного неврологии то что это бас да можем ли мы улучшить качество жизни пациента обеспечить вот его достойный конец жизни там мы можем это сделать должны ли мы это лишать пациент конечно нет то есть это надо обсуждать это надо пациенту рассказывать очень часто пациенты именно с такими заболеваниями как бас задают достаточно простые вопросы как наступает смерть что будет в конце как у какой дальше прогноз очень простые вопросы видимо вы с некоторым юмором это сказать не отнесли это просто и вопросами я говорю простые потому что формулировки точки зрения формулировки это простые вопросы но это всегда дементор да то есть это всегда высасывает энергию потому что здесь надо максимально корректно говорить причем контролировать что вы говорите вот пациент спрашивает скажите сколько я проживу вот вы поставили мне диагноз баз сколько у меня есть времени я ну то есть ну то есть если вот мы сейчас немножко пару пароль и до разобьемся говорю ну постоверно сказать очень тяжело да все что мы имеем это статистические данные по которым там не знаю длительной жизни может быть от двух лет до десяти мы знаем что например фактор ухода обеспеченность например определенными не инвазивными методами вентиляции легких уход за кожей питание да насколько мы можем профилактировать инфекции мочевые включая до пневмонию все это влияет на продолжительность и качество этой жизни можем ли мы на это повлиять да конечно мы можем да то есть у нас нет методов поменять течение болезнь у нас есть технологии методы облегчить ну или не дать определенным осложнением развиться то есть и вот таким вот оборотами пытаюсь как бы оперировать самое главное самое главное во всей этой истории не допускать слишком много негатива да потому что это нагнетает у меня были истории когда пациент приходил со словами вот я была там у такого-то там доктора он мне просто сделал там электронейромиографию сказал да у вас бас вы умрете через полгода и дал заключение выкинул несколько нет это чудовищно это это недопустимо современными цене это реально недопустимо мне папа мне пришлось потратить много времени сказать что не все так плохо и что у нас есть определенный метод на котором уже повлиять и бывает кстати еще один вопрос бывает такое что мы путаем еще гну то есть несколько редких заболеваний между собой да то есть вот есть баз а есть некоторые виды неврологических расстройства то выглядит как пас но имеет более положительный прогноз иногда людям говорят у вас баз они проходят через весь этот долгий разговор они свыкаются с тем что они там умрут чем-то не через два года и у меня был любопытный случай человек просто пришел сел давние документы где-то у меня баз игру не такой понял какой ваш вопрос как я не умер прошло четыре года мне мне сказали что я должен умерть через два года вот я пришел что со мной происходит и оказалось что это реально не баз это не баз вот и это тоже такой вот интересный такой вот поворот да когда мы должны сказать что это реально не баз и это на самом деле вы будете жить достаточно долго но какие-то симптом вас будут мучить такое тоже происходит но это не обрадовался как сказать он был готов там я почему спрашиваю потому что в литературе описаны подобные случаи пациенты не радуются они этому ну то есть конечно же он этому не рад потому что он 4 года он жил в состоянии ожидания летального исхода сложные назвать до счастливыми года и несмотря на то что заболевание как выяснилось менее тяжелый проживет он дольше будет чувствовать себя видимо лучше чем предполагалось изначально до но сам до ожидания до жизнь под дамокловым мечом оказала такое воздействие что пациент как-то вот интересно что жена конечно обрадовалась безумно но вот пациент конечно был в растерянности да то есть он он как бы не понимал начале вначале был определенный вопрос не принятия но в течение времени конечно же он как-то так открылся понял что можно в принципе ты и жить и делать долгосрочные планы вот да бывал бывало и такое что люди приходили например с болезнью паркинсона и когда и они таки ждали что будет ли подтверждение этого диагноза горю мне кажется что это не болезнь паркинсон таки ура спасибо и я и в этот момент я не понимаю что им сказать потому что тот диагноз который ему ставлю десятки раз хуже чем болезнь паркинсона и у меня был такой случай когда когда пациентки я вот так остудил посадил угрюл у вас крему систем атрофии это вот такое-то такое-то заболевание она вначале конечно была счастливой на окончании первого приема но к следующему прием она уже пришла она что-то видимо почитала конечно конечно и уже начался второй разговор о том что не все так плохо там я как-то мне довелось присутствовать на вашем приеме я обратила внимание что вы пользуетесь известной моделью спайкс для сообщения плохих новостей первое что вы сделали вы спросили у пациента что он знает может быть что-то читал видел каким-то образом для себя пытался объяснить те данные исследования которые он получил софи вы упомянули что к вам приходят также зачастую подготовленные например родители маленьких детей если мы говорим про редкие арфанные заболевания как это получается почему родители готовятся и читают про ну вот такие редкие болезни но зачастую им не поставлен диагноз к этому моменту они пытаются найти сами ответы на вопросы на которые мне отвечают медики это абсолютно нормально я поступала бы точно так же но у меня были ситуации когда я знала что это тот диагноз который я предполагаю отправляла пациентов на исследование генетическое и просила их прислать сразу же мне результат не влезая ни в какие литературные данные у меня было так много раз когда я сказал что я знаю точно что я устанавливаю устанавливаю правильный диагноз я его пока не озвучиваю потому что вы начнете читать они все в литературе написано так как это на самом деле происходит я просила как только получите результат пожалуйста не ныряйте ни в какие литературные данные придите на прием я выделю для этого достаточно времени чтобы об этом всем поговорили потому что течение одного и того же заболевания может быть совершенно разным и соответственно пациентам нужно скорее всего услышать это от живого врача который в принципе поставил уже этот диагноз и в этой ситуации доверие к этому врачу намного выше потому что вы установили этот диагноз вы его подтвердили и тогда эта информация будет восприниматься по-иному вот и таких пациентов очень много как интересно мы сейчас говорим о врачах и то же время весь наш разговор крутится не вокруг в общем медицинских знаний а вокруг но неких человеческих качеств этого врача до его этической позиции что для него приемлемо что неприемлемо насколько он проявляет эмпатию к пациенту и вкладывается в установление вот этих доверительных отношений то есть это ну какие-то общечеловеческие вещи слово лечит да ну и в контексте текущей зимы мне кажется такой довольно важный разговор абсолютно про 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 человеческие качества благодарим вас за сегодняшнее участие смотрите на запись и оставайтесь с нами спасибо и хорошего вам дня до свидания до свидания